Друзья, приветствую всех на канале Atomon of Life в преддверии Рождества. Я хочу с вами поделиться одной сказкой, одной былью, о да и небылью. И как все начиналось. В далеком царстве, в далеком государстве жили-были люди. И в одном из этих городов, где жили люди, в далеком царстве, в государстве, была избушка восьмиэтажная, в которой жила Баба Яга. Эта избушка находилась на краине этого царства-государства. Сюда было очень сложно дойти. Это было на самом-самом выезде из царства. И вот сидела Баба Яга там в порядка двадцати лет одна. Она главенствовала над всеми, делала, что хотела, потому что Кощей Бессмертный, который был хозяином этой избушки, дал ей такую возможность. Он дал ей возможность главенствовать, так как постоянно был где-то, но не у себя в избушке. И поэтому Баба Яга там была главной. Она решала все вопросы, все, которые касались прислуги или еще кого-то. Она все это решала. Что кому и как делать. Но тут настает время, когда Кощей Бессмертный говорит Бабе Яге, что, слушай, Баба Яга, есть у меня на стороне дочка. И эта дочка хочет править этим, этой избушкой. А я ухожу в сторонку, я уже старый, мне пора на пенсию. Баба Яга сказал, окей, если ты, Кощей Бессмертный такой, говоришь, значит, будет все хорошо. И Баба Яга подумал, хм, мне же все равно, так как дочь-то Кощеева живет вместе с Кощеевым еще дальше от этого тридевятого царства. И я буду дальше продолжать здесь все делать, что хотеть, править этой избушкой. Но не тут-то было. Новая метла метет по-новому. И приехала здесь дочка Василиса Прекрасная, дочь Кощеева, в эту избушку. И сказала, что здесь все очень неуютно, здесь очень темно, много паутины. И нужно из этой избушки сделать дворец. Баба Яге сразу эта затея не понравилась. Она сказала, как так? Я здесь годами, десятилетиями навожу свой порядок. Делаю так, чтобы меня боялись в округе все, в ближайшем царстве, которое находится рядом со мной, на окраине которого стоит эта избушка. А тут приезжает Василиса Прекрасная и говорит, что она хочет сделать из этой избушки дворец. Да еще и бывает там постоянно. Никак не пойдет, баба Яга подумала. Решила, эх, ладно, уедет Василиса Прекрасная в свое царство опять. Я буду дальше здесь продолжать делать, как раньше делала. Наводить ужас и смуту в этом небольшом моем царстве и в избушке, в которой я жил. Не быть здесь дворца. Это так решила баба Яга. Но не тут-то было. Василиса Прекрасная, дочь Кащеева, решила взять все в свой кулак и сказала, «Не, баба Яга так не пойдет. Теперь я здесь, хозяйка в этой избушке, и быть здесь дворцу». Сказала так Василиса Прекрасная и начала все это делать. Начала убирать по всем углам, разгребать все паутины, выгонять всех леших, которые жили вокруг этой избушки, всех домовых вгонять из этой избушки, чтобы там образовался дворец. Баба Яга смотрела на все это со стороны и как бы думала, «Хм, что она делает? Что она делает в моей избушке, которой я правлю уже более 20 лет? Которой я нахожусь более 20 лет? Такого не может быть». И когда уезжала Василиса Прекрасная во Своясе, Баба Яга опять наводила свои порядки, опять наводила ужас на всех тех, кто проживал, прислуги в этом уже дворце. Опять приезжала Василиса Прекрасная, опять делала по-своему, и так борьба шла у них два года между Бабой Ягой и Василисой Прекрасной. Василиса Прекрасная постоянно разговаривала с Бабой Ягой в таком тоне, что «Не быть тебе здесь больше хозяйкой, я Кащеева дочь, я тебя здесь хозяйка». Так что «Слушай меня». А Баба Яга повторяла и повторяла, что «Уедешь ты, а я буду делать по-своему». Так она и делала. Но вот прошло несколько лет. И вроде бы, как Василиса Прекрасная увидела, что начало все меняться, и Баба Яга начала потихоньку тоже отступать от своей роли Дома Управлительницы. И тут, когда у них все это происходило, в этой избушке, а точнее дворце, появился Иванушка, который пришел, слез с русской печи и сказал «Ха, а здесь не все в порядке. Я встану на сторону Василисы Прекрасной, буду ее защищать, помогать Василисе Прекрасной, буду наводить порядок, избавляться от привычек Бабы Яги». Бабы Яге это, конечно же, не понравилось. И она начала еще бороться не только с Василисой Прекрасной, но и с Иванушкой. И так у нее образовалось две преграды, с которыми она должна была бороться. Боролась она, боролась, боролась, боролась. Сразу схожу наперед, что и до сих пор борется. Никак не поборет она Иванушку и Василису Прекрасную. И вот наступает сказочная рождественская ночь, а точнее преддверие Рождества. И тут, так как Василиса Прекрасная, Кащеева дочь, является теперь самой главной в этом дворце, она сказала Бабы Яге, «Мы теперь будем нести смену здесь дневную, то есть чтобы здесь все было хорошо и чтобы все здесь было ухожено, так как раньше это делалось, как раньше ухаживалось, так не пойдет». Составляла Василиса Прекрасная специальные графики, где можно было увидеть, кто когда работает. И вот, как я сказал, в одном из таких графиках, перед Рождеством в декабре, получается, что Бабы Яга стоит последний перед закрытием дворца на праздники. И тут начинается у нее кипение. Как так? Я здесь более 20 лет уже возглавляю эту избушку, в скобках, дворец, потому что Бабы Яга считает все это избушкой до сих пор. А Иванушка пришел год назад и уже имеет возможность отдыхать на эти праздники. Как я буду так работать? Не хочу я так. Не хочу. Она начала жаловаться Василисе Прекрасной. Василиса Прекрасной говорит, «Нет, как я написала в своем указе, так оно и будет». Бабы Яга начала потом борьбу и ворожду с Иванушкой. А Иванушка начала давить на него, говорить, «Вот ты такой, Иванушка, всего лишь здесь год находишься, а уже такие преимущества имеешь. Отдай мне этот день, чтобы я была свободна, а ты будешь работать, потому что ты здесь молодой». А Иванушка молвит в ответ, «Бабы Яга, я тебя понимаю, но помочь тебе я никак не могу». И начинает Бабы Яга крутиться возле своей ступы, крутиться, крутиться, приговаривает, «Я так и знала, вот я на тебя порчу и наведу, вот я тебе сделаю все плохо, вот чтоб ты провалился». И тому подобное. Бегает, 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 начинает жаловаться Василисе Прекрасной. Та ей говорит, что «Нет, как я написала в своем указе, так и будет». И тут Бабы Яга полностью вся разочарованная, то, что предал ее Каще Бессмертный и ушел из этого дворца, из этой избушки, то, что Василиса Прекрасная не на ее стороне за два года, она не могла ее перетащить на свою сторону, то, что Иванушка, который пришел недавно в этот дворец в качестве прислуги, не слушается Бабы Ягу, потеряла она власть в этом дворце, в этой избушке, расстроилась совсем Бабы Яга и говорит, «Вот посмотрите, вот заболею я, и что вы тогда будете делать? Как вы будете здесь без меня жить?» Но так же знает вся прислуга и знает все окружение, если Баба Яга болеет, это самое замечательное время, которое можно провести в дворце. И Василиса Прекрасная спокойна, потому что нет надоедливых обращений к ней. И Иванушка спокоен, и все остальные спокойны. И вот хочу сделать, друзья, вывод из этой сказки таков, что если вы являетесь той Бабы Ягой, тем Иванушкой, той Василисы Прекрасной, о которых я рассказал в этой сказке, все совпадения здесь вы можете только догадывать, точнее, совпадений с личностями здесь никаких нет. Если вы кого-то узнали в этой сказке, кого-то из героев, напишите мне в комментариях, кого вы узнали. Но, суть такова, не нужно идти наперекор начальству. Если начальство сказало так, значит, так и будет. И не надо бояться всяких разных бабаяк, которые пытаются вам угрожать различными, имею в виду на работе, которые пытаются угрожать вам различными действиями, что вот они вам порчу наведут, начнут жаловаться начальству и тому подобное, пусть делают. Их это воля. На этом сказка сказывается и дело делается. Если вам интересна была такая история, такая сказка, обязательно пишите комментарий, подпишитесь на канал Артамон оф Лайф. Я желаю вам всего доброго, всего хорошего. До встречи в моих новых видео. Ваш Иванушка.